Представители СМИ сегодня побывали в Ордонском районе. По плану сразу несколько объектов. Это и учреждения здравоохранения, образования и культуры. Кроме того, журналисты посмотрели, на каком этапе сейчас работы по ремонту аллеи в Ордоне, который проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подробнее обо всем Марина Караева. ФАП, который за смену может принимать 8 человек, появился в селении Рассвет Ордонского района. Строительство его началось в июле этого года. 1 октября строительные работы полностью завершили. Медпункт готов к работе. Просторные кабинеты и оборудование ждут своего запуска. По словам главы поселения, остро стоит вопрос кадрами. Нет пока фельдшерского работника, который бы оказывал медицинские услуги для нашего населения. Поэтому приходится нашим людям, гражданам добираться. Кому в НАРД, кому в Ордон. Поэтому создаются такие неудобства. Но по словам главы администрации Ордонского района Заурбека Магомедова, этот вопрос решится в скором времени. Строительство этих ФАПов закончилось буквально недавно. Сейчас есть определенные процедуры, которые нужно соблюсти. Такие как передача объектов к конечному балансодержателю. Это у нас Минздрав. То есть УКС Минстроя должен передать этот объект в ведение. И только после этого можно уже приступать к работе. И главный врач Ордонской больницы держит на контроле этот вопрос. Как только объекты будут переданы, они полноценно начнут функционировать. По плану пресс-тура в Ордонском районе – братская могила и мемориальный комплекс селений Нар. Объект капитально отремонтировали в рамках федеральной программы и увековечения памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы. В братской могиле она вот здесь неподалеку. Видно, тоже капитально отремонтировано. Сейчас остроено более 600 человек. И там уже на братской могиле дополнительно установили 6 тумб. На этих тумбах плиты и все имена нанесли. Эти работы в текущем году до мая месяца были проведены. Представители СМИ побывали и в школе селения Нарт, где в этом году капитально отремонтировали спортзал. Новый инвентарь, специальное покрытие на полу и обновленные раздевалки. Уроки физкультуры теперь проходят в комфортных, современных условиях. Все это благодаря нацпроекту образования. Он был в таком состоянии, что вот учителю физкультуры каждый день после уроков приходилось бегать с молотком, чтобы забить гвозди обратно. Потому что когда дети тут бегают, они вылазили. И вот начиная с укрепления фундамента и кончая кровлей школы, оставили нам только стены. Все отбили, штукатурку, полы сняли. Полностью нам реконструировали отопительную систему здесь. В программе пресс-тура и школа в селении Мичурино здесь завершился первый этап капитального ремонта. В этом году у нас поменяли полностью кровлю в нашей школе, окна и также полностью был отремонтирован фасад нашей школы. И кроме этого, к нашей большой радости, нам еще отремонтировали столовую, пищеблок и выдали оборудование. А вот в селении Кадгарон сразу несколько объектов. Школу капитально отремонтировали в этом году. Школьникам посчастливилось приступить порог уже обновленной школы. Новая кровля, фасад, светлые просторные кабинеты. Появился и новый актовый зал, которого раньше не было. И все это за пять месяцев. В школе уже 86 лет. Она нуждалась в капитальном ремонте давно. Поэтому директор школы Зарима Циколаева озвучила проблему главе республики на сходе граждан. Все поменяли, кроме окон. И окна остались, потому что они у нас были новенькие. Вот все остальное. Батареи, систему отопления полностью поменяли. В некоторых местах штукатурку сняли до кирпичей. Вот, ну, двери. Видите, какие у нас красивые двери. Все одинаковые. Еще один объект в Кадгароне – дом культуры. Спустя 17 лет учреждения капитально отремонтировали. Оснастили мебелью, музыкальными инструментами и необходимым оборудованием. Официального открытия еще не было, но уже все кружки работают в полную силу. Ждут и поступления кресел для актового зала. Детей очень много к нам ходят. Где-то 8 клубных формирований у нас. Где, ну, танцевали на 3 группы у нас. Там где-то более 100 детей у нас. Вот представьте. Драм-кружок у нас есть. Есть вокал. Есть оркестр у нас. Клубовщин, который давно у нас функционирует. Который работает, значит, с подрастающим поколением. Очень прекрасная работа ведется. Центральная аллея в Катгароне тоже отремонтирована. В рамках программы благоустройства сельских поселений для сельчан она имеет историческую важность. Существует с 19 века, поэтому благоустройству они рады особенно. Нравится? Да, очень. Да, очень нравится. Каждый раз после школы мы здесь отдыхаем, посетим. А вот в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ремонтируют аллею в Ордоне. Протяженность аллеи на улице Совета в Ордоне почти один километр. Состоит она из шести частей. Три из них в этом году капитально отремонтировали. Заменили асфальтовое покрытие на брусчатку. Установили новые лавочки, урны и освещение. Также поменяли парапет. Здесь же в Ордоне журналистам показали, как идет строительство современного спортивного комплекса. На его создание с федерального и регионального бюджета выделено около 250 миллионов рублей. Строительство планируют завершить к концу следующего года. На данный момент строительство продолжается. Стены уже полностью возведены. Перекрытия смонтированы. Сейчас ведется укрупнительная сборка ферм. В дальнейшем будет проводиться их монтаж. И монтаж покрытий. То есть сэндвич-панели, профилированный лист. Внутри также ведутся работы. Черновая отделка. Это стяжка, штукатурка, работы по прокладке сетей. Частично уличные сети уже завершены. В общем, до конца года планируется, что объект будет уже накрыт кровлей. Более 30 объектов строились и продолжают строить в Ордонском районе в этом году. Его развитию уделяют большое внимание. И работу в этом направлении планируют продолжать. Марина Караева, Давид Бетив. Новости Осетии.